Доброе утро! Прекрасные лучики, прекрасные солнышки. Именно так я вас хочу сегодня назвать и буду делиться своими осознаниями, что ко мне пришло. И, пожалуйста, в процессе того, как я буду рассказывать, отслеживайте свои ощущения, потому что по резонансу внутреннему вы поймёте, раскроете для себя какие-то внутренние смыслы, возможно, которые вы не могли определить словами, возможно, будут подсказки, как двигаться дальше. Но и с самого начала, конечно же, я уже сразу провожу энергии. То есть вы уже будете ощущать потоки, включаться в эти потоки и будете получать не только информацию, будете получать необходимые энергопотоки. Поле сформировано, участники готовы, кто должен был прийти, пришёл. И я вам всем очень-очень рада. Поздравляю вас с новым светлым днём. Итак, у меня много было написано, но в итоге у меня сложилась некую такую свою систему, с которой я хочу поделиться, своё осознание последнего времени и расширение этой темы, которой мы сейчас занимаемся, я есмь. Давайте так. Мы уже много прошли на эту тему, и кое-что мы осознали, и кое-что уже уложилось, и кое-что мы начали ощущать и чувствовать. Но это только начало нашего пути, нашего воссоединения с той высшей сутью, которой мы являемся. Только начало. Поэтому нам сидеть на лаврах ещё рановато. Мы изучаем этот путь, по которому мы спустились, и мы обратно возвращаемся. Помните, я размещала информацию от Сэлла Рэйчела про основателей. И в какие-то там у нас встречи мне приходило тоже, в ченнелинге приходилось, что мы есть основатели. Но у меня, честно говоря, говорю вам, у меня было какое-то определённое недоверие. Я думаю, ну, там говорить можно всё, что угодно. И было какое-то такое, знаете, ну, хорошо сказали, то сказали. Но в последнее время я осознанёй, получая полное подтверждение, что действительно мы, те божественные существа, мы создатели, и мы все пришли из центрального великого солнца, мы относимся к этому гигантскому квантовому компьютеру. Мы, та нейронная сеть, которую содержит этот квантовый компьютер, так же, как нейронная сеть, которую мы имеем каждый у нас в мозге, и при активации этих нейронных связей мы проходим тот или иной опыт. То есть сознание, божественное сознание, вот как огромный компьютер, есть файлы. Оно заходит, внимание, в какую-то точку, и эта точка начинает активироваться, начинает пульсировать, она начинает жить. Вот эти точки – это мы. Эти маленькие точки, да, их огромное количество, просто неизмеримое количество. И вот представьте, просто ощутите, что я вам сейчас говорю. Глаза не поднимаю, потому что поток сильный идёт, и мне трудно голову поднять, а так смотреть мне тоже не очень удобно. Смотрите, вот этот гигантский квантовый компьютер, в нём огромное количество файлов, ему интересно что-то изучить. Он заходит в точку, это файл, архивированный файл, да, сжатая программа, сжатый код, он туда заходит, и начинается действие только своим вниманием, он его активирует. Он активирует эту точку, и в то же самое время его внимание сжимается, да, чтобы исследовать эту точку, этот файл, эту историю, эту программу. И тут эта точка, это являемся мы, то есть если проследить ниточку, да, мы являемся этой точкой, в нашей системе, в нашем мозгу происходит то же самое, то есть у нас активируются наши нейроны. И по аналогии мы все знаем, если мы начинаем что-то новое делать, сейчас очень модно говорить нейронные связи, нейронные связи, так вот если мы начинаем что-то новое делать, мы переписываем свою жизнь, мы изменяем свой сценарий, то есть мы сами управляем процессами. И все, что нужно делать, осознать то, что мы те, которые там наверху, мы есть создатели, мы есть основатели, про которых говорил Сэл и Рейчел, мы действительно есть основатели, вот сейчас я получаю подтверждение абсолютное, стопроцентное, мы есть действительно основатели, мы пришли из 12-й плотности. Постепенно опускаясь через разные измерения, через разные плотности, которых огромное количество, там в каждой плотности, где-то примерно 144 вариантов реальности, 144 тысячи. Представляете, то есть мы опускаемся постепенно, вот эту плотность, где мы находимся, и сверху мы наблюдаем, что происходит здесь. То есть мы сами, там наверху, создаем личность, модель личности, вкладываем в нее программы, определенный шаблон программ. И мы наблюдаем за этой личностью, как личность проживает этот опыт, создавая этот опыт своим выбором. Нам интересно играть эти игры, потому что только через личность мы можем осознать себя. Почему мы создали эту личность? Потому что мы хотим осознать себя. Только лишь для этого. Эта личность, которую мы сейчас имеем, мы ее можем переписать. Каким образом? Осознавая изначально, что мы есть тот, который сотворил эту личность, через свои состояния мы можем изменить программу. Абсолюту нужны состояния. Именно для этого мы сюда пришли. Именно для этого мы и проходим такой богатый опыт. Взлеты, падения, травмы, страдания, счастья, радости, горе, слезы, улыбки. И все. Абсолюту нужно состояние. Каким образом это придет, в принципе, это не важно. Ему нужен этот опыт для того, чтобы создавать миры. Вот для этого мы сюда пришли. Набраться этого опыта, каким бы он ни был. Пройти его полностью. Потому что только когда мы проходим опыт полностью, вот до конца выжимаем этот опыт, да, просто вот уже до нуля, тогда этот опыт возвращается в монаду, то есть в ячейку нашей души. и уже, как знаете, по-английски, репорт, отчитывается, отчитывается, что да, сделано. Круто, я прошел этот опыт. Поэтому мы как личности здесь, да, мы можем страдать, нам может не нравиться этот опыт, но мы его сами выбрали. И все, что нам нужно сделать, осознать этот опыт, увидеть его. Каким образом увидеть? В какой ситуации я сейчас застрял? Что меня держит в этой ситуации? Почему я до сих пор здесь? Если эта ситуация еще есть, значит опыт не пройден. Как только мы поймем, что нас держит в этой ситуации, наелись от того, что у нас есть, да, там, муж обижает, там, работа не такая, денег мало платят, да, вот мы дошли до крайней ручки. Вот когда мы до крайней ручки, именно это очень важно, когда мы до крайней ручки дошли, вот этот вот яркий такой внутренний импульс, вот больше не могу, больше не могу, все, вот что хотите, делайте. То есть это абсолютная сдача происходит, да. Вот именно в этот момент, этот опыт завершен, он идет в абсолют, все. Больше к этому возвращаться не будем. Так как же сознательно нам переписать эту личность? В моменте вы всегда о чем-то думаете. Мы думаем. Если эти мысли создают нам какие-то некомфортные состояния, мы должны это осознавать. Потому что мы своей мыслью создали эту вибрацию, мы ее изучили, то есть мы выбрали какую-то мысль, мы ее подумали, мы получили внутреннее состояние. То есть вы выберете любую мысль, вот прямо сейчас, да, хорошую, плохую, вы моментально получаете реакцию внутри, плохо, хорошо. И, естественно, если мы получили это состояние, эту вибрацию, мы начинаем на ней вибрировать, мы привлекаем какое-то событие в свою жизнь. То есть закон притяжения по-любому. Мы привлекаем то, на чем вибрируем. Если мы хотим получить другой результат, нам нужно начать вибрировать на другой частоте. Вот так все просто. И когда мы осознаем, да, вот эти вот мысли вызывают у меня некомфортное состояние. Мы осознали это, поняли, приняли. И теперь меняем мысли, то есть выбираем другую частоту, другую вибрацию, и слушаем себя, чувствуем. Что я сейчас чувствую? Да, вот эти мысли приносят мне комфорт, радость, удовлетворение. Я выбираю эти мысли, я проживаю этот опыт. Ведь вот так вот мы переписываем свои нейроны. И когда мы переучаем свой мозг думать по-новому, мы прокладываем новые нейронные связи. И мы получаем новый опыт. То есть как личность здесь, в этом воплощении, мы уже меняем свою реальность. В принципе, для чего мы были и созданы, для того, чтобы осознанно здесь управлять реальностью, чтобы стать тем, кто мы есть на самом деле. А мы есть бесконечные, бессмертные принципы жизни. Я, я, если. Сад, чит, ананда. Вы все слышали это? Что такое сад? Это бытие. То есть все, что есть. Чит, сознание. Это осознание, что есть, имеет самоощущение себя, как центра я. То есть мы понимаем свою суть. И ананда. Весь процесс протекает любви. Только в любви мы можем познать сад и чит. когда мы осознаем, что мы есть принцип жизни, проявленный в этом теле, мы понимаем, насколько мощная сила нам дана. То есть в этих двух словах я есть заложена огромнейшая сила, которая раскрывает наш потенциал и которая полностью преображает нашу жизнь. Потому что проговаривая я есть как мантру, чувствуя ее в себя в сердце, чувствуя ее в себя телем, мы открываем потоку безусловной любви, потоку источника и он начинает творить. Без вмешательства нашего ума. Все проблемы, которые люди получают в жизни, происходят только тогда, когда мы в отрыве от этого источника, от своей высшей сути, от я есть. Когда мы в соединении с я есть, мы включаемся в поток жизни. И она нас ведет своими путями. И мы это чувствуем сердцем. У нас идет полный синхрон, покой при соединении с я есть. И тогда все выстраивается в жизни. Проблема возникает только, когда мы ей сопротивляемся, потому что мы считаем, что мы умнее жизни, и мы знаем лучше, чем жизнь. Полная сдача я есть. Это тот процесс, который мы сейчас проходим на самом деле. мы постепенно заменяем свою личность, которой мы были и мало осознавали себя как божественные существа. Мы теперь постепенно заменяем свою личность на божественное присутствие. все, что нам нужно сделать, постепенно выстраивать дорогу внутри себя к центру через ощущение, через чувствование, что я иду правильно. Смотрите, если даже мы полностью уверены, что мы сейчас соединены с высшим я, нам карту движения никто не предоставит, нам нужно каждый шаг прощупывать на ощущение. В этом и есть игра пройти неизведанными путями, но найти выход к своей божественной сути обратно. В этом есть игра. Мы опустились в пучины низшего измерения, мы его исследовали, а теперь шаг за шагом мы возвращаемся к себе там, в двенадцатую плотность и в источник солнца через ощущение, через раскрытие своего сердца. И управляющим будет именно сердце, соединенное с умом. ум это вспомогающее средство, инструмент, а ведущее это сердце, это центр соединения с Высшим Я. Именно оно знает куда, как идти, каким образом. Сейчас утром у меня пришли осознания. Подсмотрю, потому что могу и забыть. вот сегодня, кстати, так интересно, вот просто мысли шли, и я, чтобы не забыть, записала. Мы все пришли из великого центрального солнца. Это проявление бытия, сверхсознания. Мы в разуме Бога, его нейроны. При активации происходят определенные процессы у нас в мозге. Нейронная сеть, соединенная с мощным квантовым компьютером, наша нейронная сеть воспроизводит заданную программу в реальность. Переписывая нейронную сеть, мы переписываем реальность. и мы все одна нейронная сеть. И мы можем запустить новую коллективную реальность. Вот это, кстати, по ходу заметок. Помните, на прошлой сессии мы говорили о стой, а как это быть счастливым, а как это быть радостным, а как это быть богатым, а как это быть любимым. Мы проводили это через ощущения постепенно расширяя спектр своих ощущений и выводя опять же нейронные связи на новый уровень. А теперь смотрите дальше шаг в расширение, поскольку мы все одно целое и одна нейронная сеть. И если мы как одно целое, мы думаем в одном направлении, а как это жить в мирном мире, а как это жить в новой реальности, пропуская через ощущения, то есть мы как единое сознание, мы проговариваем это мысли не только для себя, как вот у меня там должно быть, а как это жить в мирном мире, а как это видеть счастливых людей вокруг, а как это ощущать блаженство постоянно для всех для всех а как это жить в мире без границ, где дети счастливы, где семьи радуются каждому дню, радуются друг другу, где вся планета прекрасна, то есть задавать вопрос еще в более широком масштабе, формате. И если мы это делаем, мы коллективно формируем эту реальность, то есть мы переписываем нейроны коллективного сознания, потому что мы есть сознание, творящее реальность, и мы творим миры. Сила одного это хорошо, сила коллектива это сверхсила. У меня вчера была ситуация, и хочу с вами поделиться своими сознаниями по поводу произошедшего. Вчера была у меня беседа с одной из наших участниц, очень дорогой мне близкий человек, и мы позвонили, вроде бы как такой незначительный повод был, он значительный для нее, потому что у нее все еще значительно, но в принципе сам повод был незначительный, но развернулась в такую значительную картину, и для меня, и для нее. Значит, человек начал рассказывать о своей ситуации, которую я слышала уже очень много, много раз, и я могла повторить буквально каждое слово, которое будет произнесено дальше. Я знала уже все, что будет сказано, какой интонацией, каким голосом, в каком месте будет пауза, как это будет все так преподнесено, в каком ракурсе, в какой позиции, и на каком уровне сознания. Мы уже давно с ней разговариваем, я постараюсь постоянно что-то донести, что может ей расширить свою точку зрения, но я вижу, человек идет своим путем и пока не готов услышать что-то новое. так вот какая мысль у меня пришла. Многие из нас вот жуют эту резинку из года в год, из дня в день, гоняют мысли по кругу, как пластинка LP, как это называется по-русски, долгоиграющая пластинка. То есть мы гоняем одну и ту же пластинку, мы крутим ее, крутим-крутим и слушаем одно и то же, сами себя слушаем, сами себя убеждаем, пытаемся других убедить, что вот именно так и по-другому быть не может, потому что типа факты сами за себя говорят. То есть пока мы крутим одну и ту же пластинку, у нас естественно ничего не получится, ничего не изменится. А не изменится почему? Потому что человек пока еще не готов услышать. И пока его состояние его устраивает, даже если оно самое тяжелое. Потому что когда уже совсем кричит, человек падает на колени, это как у меня было, и ему уже все равно, что с ним будет. Он просто кричит, молится, Господи, укажи мне путь. Кричит до изнеможения, потому что больше обратиться не к кому. И ты не знаешь выхода. Но пока человек рассуждает и вот в своем болоте копается, значит он пока еще не пришел к тому, что выход есть, но только он не внутри. Иди к Господу, иди к Богу, который внутри тебя, который слышит тебя, который тебе всегда поможет, но ты его пока слышать не хочешь. Я понимаю, что этому человеку еще нужен этот опыт и это состояние. Когда человек ищет оправдание, почему так? Значит он еще не готов к тому, чтобы что-то изменить. Когда у человека кто-то виноват в чем-то, то он не готов взять ответственность за себя, на себя. Значит он еще недостаточно внутри повзрослел, чтобы стать творцом в истинном смысле, пока он творит, но не то, что он хочет творить. Опять же это к теме о перезаписи нейронов, да? Взять другую пластинку и начать ее другую слушать. С другими мыслями. У этого человека была возможность прослушать наши лекции предыдущие по поводу того, что мы говорили, я есмь, да? То есть это прямая перезапись нейронов. Все люди, которые слушали, у них действительно активируется другая нейронная связь. Это факт. Если мы слушаем это, это становится нашей частью реальности. Если мы погружаемся, принимаем что-то, обращаем на это внимание, это становится частью нас. Это входит в подсознание, начинает в нас работать. Когда мы убираем из своего поля все то, что нам приносит негатив, который нас мучает, и мы обращаем внимание на то, что нас радует, мы переписываем свои нейроны, начинает звучать другая запись, начинает перестраиваться наша ДМК. Это доказано, это Петр Горяев, многие другие ученые доказали, как это все работает. Мы просто переписываем нейроны внутри. Когда мы говорим, я есмь, мы моментально переписываем весь свой организм, включая нашу ДМК. Моментально. Вопрос времени и вопрос подстройки. У кого насколько зашлакован организм и его мысли, ментальное поле. То есть идет буквально молниеносная самостройка с этой чистотой. Мы все звучим. Мы все есть звук. Но нужно попасть в ноту. Знаете, как у музыкантов говорят? Нужно попасть в ноту. Вот пока мы не попали в ноту, пока мы не синхронны своим я есмь, нас болтает. Нас колбасит по полной программе. Мы испытываем то и это, пока мы не попали в ноту. Когда мы попали в ноту, мы чувствуем абсолютное созвучие, покой, внутренний покой. Мы можем не знать, как это называется. Люди, которые в селах живут или там где-то в глубинке, они не знают про я есмь, как это вообще все называется. Это вообще не важно, как называется. Важно то, что он вошел в синхрон со своей сутью. И каждый человек это чувствует. Эта благость, да, самадхи. Мы все слушаем, смотрим фильмы про самадхи. Мы все ощущали это состояние блаженства. Вот это и есть связь с Высшим Я. Так скажите, как нам лучше себя чувствовать в этом состоянии или в состоянии этой раздробленности, уничиженности, никчемности, болезненности? Если мы уже испытали сполна тот опыт, и если нам хочется испытать другой опыт, нам нужно просто признать себя, как я есмь, как источник этой силы, как часть этого великого центрального солнца, которым мы являемся. Как это сделать? Через свое сердце. Ум не поможет. Ум может быть нам сонастройки. То есть пока мы еще должны объяснять своему уму, почему это так, чтобы не было сопротивления. И то, о чем мы говорили на прошлой сессии, проводить все через ощущения, да, ум это тоже воспримет легко. Без теории. То есть когда мы выбираем другие мысли, мы чувствуем себя хорошо, мы потом спрашиваем свой ум. Ну как ты себя сейчас чувствуешь хорошо? Естественно, будет говорить хорошо. Ну все, пошли этой дорогой, все будет хорошо точно говорить. Это как я себе говорила, когда у меня были бунты внутри, когда революции, там все саботажи и все остальное. То есть я просто показывала через ощущения. Смотри, тут здорово. Пошли сюда. Все, и все внутри соглашаются. То есть когда мы настроим сердце свое на чистоту Я-Есмь, Станем дышать этой чистотой, станем жить через эту чистоту. Наша жизнь полностью поменяется, и не только наша, нашего окружения и всей планеты. Потому что это самая могущественная сила Я-Есмь, Сад, Чит, Ананда. Самая могущественная сила во Вселенной. Это божественное присутствие внутри нас, что может быть сильнее. Мы и есть это божественное присутствие, проявленное в этих человеческих телах. Которых нас таких, мы создаем сами себе личности, их огромное количество, как сознание в разных мерностях, в разных измерениях. И этот единый центр ими управляет, собирая необходимый опыт. И в нас строены эти программы, через которые мы очень ярко ощущаем, то есть вот как личность, у нас пять органов чувства, да? И через них мы очень остро ощущаем боль, радость. Это ограниченный спектр ощущений, но личности хватает, чтобы получить опыт именно личности. А Высшее Я уже видит другую картину, большую. И оно видит, охватывает все личности, все аспекты, все проявления во всех нерностях, во всех реальностях. И управляет ими. Ему интересен наш опыт. То есть мы – это и есть наша высшая суть. И мы для этого и пришли сюда, чтобы испытать то, что мы испытываем. И как только мы осознаем свой опыт, то есть почему это происходит, мы просто направляем свое внимание на состояние, на ту вибрацию, в которой мы находимся, направляем, не убегаем от нее, а именно направляем внимание на нее. Доводим ее до накала, до предела. И она схлопывается через наше осознание. И нам не нужно копать в наше вековое дерево, в тысячелетнее родовое. И у нас на самом деле, мы не только относимся к человеческому роду. У нас звездный род, у нас огромное количество представителей наших аспектов других цивилизаций, других измерений. То о каком роде мы будем вообще говорить? Нас настолько огромное количество. И у всех разное ДМК, которое подстроено под определенную мерность. И когда мы принимаем свой аспект, который уже настрадался полностью, полностью принимаем его с благодарностью, и принимаем тот опыт, который мы проходили с благодарностью, этот опыт схлопывается, он больше не интересен абсолютно, потому что все происходит до тех пор, пока нам это интересно. То есть если еще события развиваются, значит нам это еще интересно. Мы не дошли еще до ручки. Как только мы получили полный объем, полный спектр желаемых ощущений, опыт схлопывается. Меняются люди в окружении. У меня так вчера произошло. Я поняла, что те люди, которые вышли из моего окружения, я им очень благодарна за опыт, и я понимаю, что я иду дальше. И благодарю Вселенную за то, что расчищает пространство для нового опыта, для новых контактов. Я очень благодарна всем тем людям, которые следовали со мной, вместе со мной. Весь этот мой путь. И это первый признак того, что меняется окружение, меняются наши вибрации, качество общения становится лучше. Мы начинаем окружать себя теми людьми и видим уже проявленность тех людей в своем окружении, людей, которые сонастроены на радость, которые хотят творить, которые вышли из состояния страдания, которым интересно создавать что-то новое. И я благодарю всех людей, которые были в моем пространстве, за мой личный рост, за то, что они мне дали, за то, что мы взаимодействовали, потому что это все привело к тому уровню, где находится каждый из нас. В любом случае, когда, вот если вы видите пирамиду, все идет к вершине, да, и чем мы ближе к вершине, тем будет меньше людей, созвучных с нами. Потому что это действует закон отбора, это нормально. Когда мы ближе к вершинам, все меньше людей видим, те, которые думают, видят, слышат, чувствуют так же, как мы. Потому что нужно кому-то быть впереди и нужно задавать тон, держать вибрацию и помогать другим людям подняться. То есть те, которые пойдут за нами, им будет уже легче идти, потому что путь будет более освещен и будет накоплен тот опыт, который будет им передан в легкоусваиваемой форме. Поэтому все во благо. И если вы чувствуете сейчас какое-то свое одиночество, и кто-то вас не понимает в семье, в кругу, знайте, вы просто на два шага вперед. Это очень здорово. Вас не должно волновать, что о вас думают другие люди и что они говорят о вас. Вы внутри чувствуете свою связь с Я-Есмь. Это единственная связь, которая вам действительно нужна. Это единственное истинное состояние, которое мы не можем потерять и которое невозможно ни с чем спутать. И именно это состояние является нашей реальностью, истинной реальностью. Я-Есмь. Все остальное приходящее, эти тела, эти истории, эта жизнь. Не надо цепляться за то, что мимолетно. Смотрите в корень, смотрите в свою суть. Я-Есмь. Я думаю, что я достаточно сказала. Я много чего написала, но у меня не пользовалась. У меня просто пошло так, как пошло. Если что-то забыла, я дополню, либо перенесу на следующую сессию. Я очень надеюсь, что вы приняли сердцем информацию, которую я вам передала. Мне будет очень интересно услышать ваш отклик и те ощущения, которые вы получили, те вибрации, которые вы получили с этим посланием. Потому что с каждым из вас взаимодействовали сейчас, прямо в первой части. И каждому из вас, каждому из вас была проведена ниточка, новая ниточка света, по которой вы будете получать новые импульсы. Насен, я благодарю вас. И мы переходим ко второй части. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова